Выглядит, конечно, неоднозначно, но может быть так задумано? Тот же самый пруд с другого ракурса. Причем отсюда картинка идет интереснее. Плюс добавился шум падающей воды. Я все-таки не удержался и начал спуск к речке. Отошел вниз по речке метров на 30 от водопада. Совсем другие ощущения. Продолжаю свой сухопутный сплав по реке. Хотя точнее, наверное, будет сказать, макропеший. Идти здесь сложно, но жутко интересно. Всем привет! Мы продолжаем следовать селью и, пользуясь теплой и солнечной погодой, заехали в большой парк рядом с именем Лаево Борнос-Мойжа. На плакатике перед нами как раз данный парк и представил во всей своей красе в графическом изображении. Именно информация из последнего дала понять, что сердцем парком является пруд. А уже к нему все остальное приросло или пристроилось. Под понятием «приросло» я вкладываю смысл, которому соответствует местная флора. То есть все то, что летом в наших местах зеленеет. А под понятием «пристроилось» подразумеваю объекты, созданные человеком. Именно к ним относится небольшая спортивная площадка в кадре, состоящая из одного многофункционального тренажера и стенки, имитирующие возможность скалолазания. Сейчас мы поднимаемся к бывшему господскому дому, поместье Лейлборне, которое еще несколько назад представляло себя жалкое зрелище. Но сегодня у дома и окружающего его парка появились новые хозяева, которые очень любят это место и это видно по тем изменениям, которые здесь происходят. А это собственно и есть Лейлборне с мужа, или поместье Гроссборн, как оно называлось до 1920 года. Сейчас в нем находится гостиница, которая будет весьма интересна для любителей красивой природы. А так как я тоже являюсь одним из любителей последней, то продолжим экскурсию, придерживаясь основной темы видео. Тут у нас закрытый на замочек колодец. А здесь что-то похоже на танцевальную площадку оборудованную. Возле площадки банька пристроилась. Выглядит, конечно, неоднозначно, но может быть так задумано. А свыше упомянутой площадки, по идее, наверное, должен был открываться интересный вид на пруд. Но из-за деревьев и кустов последний едва просматривается. Спустились к пруду. Тот же самый пруд с другого ракурса. Причем отсюда картинка идет интереснее. Плюс добавился шум падающей воды. А вот и источник шума – речка Борна, которая в виде искусственного водопада в этом месте истекает из пруда. Данные каменные развалины принадлежат разрушенной водяной мельнице. Да, речка за тысячелетия в этом месте припилила в земле своеобразный каньон, который с поваленными деревьями смотрится весьма первобытно и заманчиво. Я все-таки не удержался и начал спуск к речке. А это у нас нижняя половина для фаскарного водопада. Обошел сзади мельницу. Отсюда она выглядит получше. По крайней мере видны целые фрагменты стен. Отошел вниз по речке метров на 30 от водопада. Совсем другие ощущения. Продолжаю свой сукропутный сплав по реке. Хотя точнее наверное будет сказать макропеший. Идти здесь сложно, но жутко интересно. Додя до небольшого омута все-таки был вынужден повернуть назад. Потому как очень крутые берега не позволяют в этом месте выйти из речки. Субтитры делал DimaTorzok 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 Выбравшись на правый берег, увидел двух странных подружек. Яблоню и лиственницу. Субтитры делал DimaTorzok Кажется, это лучший ракурс для съемок данного водосброса. Крайний вид на пруд, вокруг которого имеется пешеходная тропа. Додефорт Додафор везде звучит музыка природы всем кому понравилось ставьте лайки и всем пока